Всем привет, среди Флориды. Мне нужно 3 минуты, ребят, чтобы сказать все то, что я хочу сказать. Так что, надеюсь, терпения у вас хватит. Больше трех минут мне не понадобится. Во-первых, в США он бы сидел в тюрьме. То есть, никто бы его не выпустил после такого происшествия. Почему? Потому что люди, у которых есть достаточно финансовые возможности, могут запросто улететь из страны. Потому что перспектива получить 12 лет вряд ли кому-то нравится. Это даже и 5 лет вряд ли понравится. То есть, запросто исчез человек из страны и все. Это первое. Значит, ну, маленький шанс я все-таки оставлю на то, что его бы отправили домой, но взяли бы за него, за это очень большой залог. Ну, не знаю, пару миллионов долларов. То есть, залог должен быть настолько большим, чтобы в случае пропажи человека нашлось большое количество охотников, приволочь его за руки, за ноги обратно и получить награду за это. Вот. Это первое, что я хотел бы сказать. Второе, очень важный момент. Как только американский судья увидел бы телефон в руках человека, которому запрещено пользоваться телефоном, то он бы уже домой не попал бы. Он бы уже сидел точно в тюрьме. Потому что его выпустили, точнее, разрешили ему сидеть дома вместо тюрьмы при выполнении определенных условий. И это абсолютно четкое условие. Это не пользоваться телефоном. Вот этими всякими интернетными делами. Значит, если это так, то реакция судьи меня крайне удивляет. Это все. Вот пользоваться телефоном, несмотря на запрет, прямо перед лицом судьи, это просто плевок в лицо судьи. Это просто оскорбительно. Вот. Оскорблять судей нельзя. То ли словами, то ли какими-то действиями. Поэтому, если бы даже в США человек и был под домашним арестом, то достал телефон, готов. Я уже не говорю о том, что в зале суда вообще телефонов у людей не должно быть. Вот. Или же они должны быть выключены. Это железное правило США. Не знаю, как в России. Неужели в России разрешается в зале суда пользоваться телефонами? То есть, как минимум, они должны быть выключены. Как минимум. Так, у меня все. Значит, по поводу наказания. Я не полез в уголовный кодекс Флориды. Тут в США, в каждом штате свой уголовный кодекс. И, может быть, попозже я сделаю. И тогда я просто допишу. Вот под этим видео. Какое наказание по уголовному кодексу Флориды. Все. Пока.